МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главную елку еще называют президентской. По традиции поздравить ребят приезжает глава государства. В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова на путстве с самым маленьким белорусом. Вот и наступил самый желанный, добрый и самый волнительный час. Это день любимый и, как я уже сказал, волнительный. Для меня волнительный. Казалось бы, столько лет мы встречаемся с вами ежегодно, практически, на этом празднике. Чего волноваться? Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям. А здесь будущее нашей нации. Я не стану вас поучать здесь, не стану вам чего-то советовать. Скажу только о главном. Вы, пожалуйста, не только в уходящем и не только в будущем году. Всегда в своей жизни любите своих родных, любите своих близких, любите друзей, любите учителей и воспитателей. Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните, волшебный мир, который мы и увидим сегодня на этой сцене, это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Слова благодарности от президента прозвучали и в адрес тех, кто не остается равнодушным и из года в год участвует в благотворительной акции «Наши дети». Именно с подачи Александра Лукашенко в Беларуси стала традицией в эти предновогодние дни всей страной включаться в марафон добрых дел. Вот уже 26 лет акция объединяет тысячи людей, чтобы подарить веру и наполнить добром сердца юных белорусов, особенно тех, кто по разным причинам не имеет возможности все это получать каждый день. Праздника без подарков не бывает. Одним из них станет новогодняя сказка. Избранный президент Молдовы Майя Санду принесла присягу и вступила в должность. Церемония в эти минуты проходит во дворце республики в Кишиневе. На центральной площади города тем временем фермеры организуют очередной протест. Неподалеку от места инаугурации припаркована колонна тракторов. Вакцины от коронавируса отправили сегодня во все страны Евросоюза. Об этом в Твиттер сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Первые прививки в ЕС будут сделаны уже через несколько дней. К слову, в мире привиты уже почти 3 миллиона человек из 6 стран мира. Среди них США, Канада и Великобритания. В Америке препарат у некоторых пациентов вызвал аллергическую реакцию. В общей сложности известно уже около 10 случаев, когда использование вакцины Pfizer вызывало у привитых проблемы. И к свежим данным Минздрава за сутки в Белоруссии. Зарегистрировано 1917 пациентов с COVID-19. Выписано 2358. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировано 181 113 человек с положительным тестом на коронавирус. Преодолели инфекцию 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID. За весь период распространения инфекции умерло 1358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего их в нашей стране проведено почти 3 855 000. Лицкие пограничники обезвредили квадрокоптер вблизи границы. Задержанный хозяин техники отмечается, что коптер оказался с конструктивными особенностями. Что и куда собирался перебросить мужчина не сообщается. Как правило, такое оборудование способно поднимать и дистанционно сбрасывать товар. За нарушение пограничного режима в отношении оператора беспилотника начат административный процесс. Контрабандисты уже открыли сезон товаров к новогоднему столу. Таможенники в пункте пропуска Котловка задержали большегруз. Нелегально перевозили более 400 килограммов черной икры. Российский перевозчик заявил, что везет пищевой мак. Но при досмотре в передней части грузового отсека найдены 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками с деликатесами. По предварительной оценке стоимость продукции превышает 200 тысяч евро. Как отмечают гродненские таможенники, икру везли в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима. На товар не было документов, в том числе фитосанитарного сертификата. В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния. Две бутылки именного пива от одного из лучших игроков в истории мирового футбола. Голкипер сборной Белоруссии Солигорского шахтера Александр Гутер стал одним из 160 вратарей, которые получат напиток от Лионеля Месси. Производитель пива спонсор аргентинца выпустил 644 бутылки, где пронумерованы все голы форварда Барселоны. Напомню, во вторник Месси превзошел рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Гутер же пропустил от Лео дважды в 2011 году, когда с Бате в домашний матч Лиги чемпионов уступил Барселоне 0-5. Информационный день мои коллеги продолжат в 15 часов. До встречи.